Здравствуйте! В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Игорь Канев. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Зимние дороги. На Ямале даже в морозы не прекращают реконструкцию трассы Новой Уренгой-Карачаева. А в Тобольске готовят пункты обогрева для автомобилистов. Переселенцы из Балков. Нижневартовские и Ноябрьские вручают ключи новоселам, а в Сургуте ломают голову. Как сделать цену квадратного метра такой, чтобы и строители не переживали, и у государства денег хватило? Опасное детство. В Новом Уренгое врачи спасли шестилетнюю девочку, которая получила проникающее ранение в сердце. А в Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное тело о заражении сальмонеллезом 36 малышей в детском саду. Расписные. На Ямале участники крупнейшего в России фестиваля стрит-арта ударили яркими красками по угрюмым северным пейзажам. Начнем с дорожной темы. Реконструкция трассы Новой Уренгое-Карачаева не останавливается даже зимой. Всего подрядчикам предстоит привести в порядок более 65 километров полотна. Проект планируется закончить в ближайшие три года. Журналист компании «Ямал-регион» Альберт Хисматулин продолжит тему. Сергей Арсентьев дороги не выбирает. Он их строит. Любимым делом занимается уже более 20 лет. Сейчас кропотливо трудится над очередным проектом. Его команде предстоит сделать спрямление на трассе Новой Уренгое-Карачаева. Объект сложный, поэтому день прораба расписан по минутам. Нужно организовать, проконтролировать и не упустить важные моменты. Например, Сергей Арсентьев постоянно мониторит работу лаборантов. От их исследований зависит качество дорожного полотна. Он берет образцы определенного объема, затем он ездит в лабораторию, проверяет влажность песка, плотность его и степень уплотнения. Чем больше плотность песка, тем качественнее земляное полотно. За сутки дорожники отсыпают около 2000 кубометров песка, что более 130 самосвалов. А это только небольшой участок долгожданной реконструкции трассы Новой Уренгое-Карачаева. Благодаря вот таким спрямлениям удастся сделать эту дорогу безопасной и чуть короче. Кроме этого, подрядчику предстоит устранить все проблемные участки, особенно там, где образовались просадки. Эти участки будут демонтироваться полностью. То есть будет сниматься асфальтобетонное покрытие, железнобетонные плиты. Будем часть грунта убирать плохого, новым отсыпать. То есть заново полностью все будет, чтобы не было таких просадок, как сейчас. Сейчас над масштабным проектом трудится 150 человек. И ежедневно в рейс выезжают более 50 единиц спецтехники. В основном это бульдозеры, грейдеры и самосвалы. Еще один важный этап строительства мостов. Их приведут в порядок. Где-то просто обновят, а где-то возведут с нуля. Как, например, в этом случае. Всего от Новой Уренгое до Карачаева предусмотрено 32 мостовых перехода. Альберт Хисматуллин, Булат Закиров, Роман Демьянов. Время и мало Новой Уренгое. На этой неделе в Нижневартовском районе продолжилось строительство зимников и ледовых переправ. Уже открыта сезонная дорога по направлению Былина-Зайцево-Речка. По маршруту Нижневартовск-Вампугол-Былина ледовое полотно готовят к сдаче. Заливают участки через реку Опь и проток Кучихланей. Работу осложнила теплая погода и снегопады. Специалисты рекомендуют жителям пока не выезжать на закрытые автоземники и ледовые переправы. Лучше дождаться их ввода в эксплуатацию. Отметим, на территории Нижневартовского района это зимой готовят 5 сезонных автомобильных дорог и 7 ледовых переправ. В настоящее время толщина льда на протоке Кирьяс составляет расчет на чуть более 20 сантиметров. Поэтому сроки сдачи с весотепелью возможно сдвинуться. Про переправы наши коллеги снимали в середине недели. А сейчас на севере уже ударили морозы. И они понемногу продвигаются на юг региона. А значит пора готовить мобильные пункты обогрева для автомобилистов. Это в том числе касается табеляков, мимо которых транспортный поток движется с юга на север и обратно. Подробности у корреспондента компании «Тобольское время» Елены Маковой. Теплое одеяло. Если много людей, когда тулупов у нас, ну не очень много, что мы еще и одеялами укутываем. Валенки имеются. Эти на первый взгляд простые вещи становятся самыми нужными, когда человеку надо согреться. Передвижной пункт оснащен всем необходимым, чтобы помочь тем, чей автомобиль встал на трассе. Поступает сообщение нам на пульт ЦППС, автомобиль данный у нас от пункта обогрева выезжает на обогрев пострадавших. Дальнейшие действия личного состава подразделения – это обогрев, самое главное, людей, потому что они уже стояли на трассе и замерзали. Тобольский пункт обогрева обслуживает участок от 151 до 310 километра федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Зимой прийти на помощь спасатели готовы в любое время суток и независимо от температуры. Но в холода потребность в них вырастает в разы. В ноябре с приходом первых морозов выезжали три раза. Причины происшествий самые разные. Первое сообщение – тоже двигались люди с севера на Казахстан. У них замерзло. Залили также на левой автозаправочной станции дистопливо летнее. Оно замерзло, топливная система, и они нас вызывали. То есть им оказывалась помощь. В чём их там большая семья, было очень много детей. Садили детей, отогревали. Также водителям подскажут номера ближайших СТО или эвакуатора. Сейчас, когда наступает время новогодних каникул, многие едут в гости на дальние расстояния. К таким поездкам нужно готовиться тщательно и не искушать судьбу. Проверить исправность автомобиля, запастись тёплыми вещами, узнать прогноз погоды. И если что-то не так, лучше отменить поездку. В случае ЧП звонить на номер 112. Мария Гребенюк, Елена Макова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. И к другим темам. Новогодние праздники, пора сюрпризов и подарков. Обычно власти на местах стараются подгадать к ним вручение ключей переселенцам из аварийного жилья. Согласитесь, хорошая традиция. Хотя новосёлам, что к празднику подарок, что просто так, всё равно большая радость. Особенно если ты прожил 36 лет в балке без удобств. Репортаж корреспондента телекомпании «Саматлор» Юлианы Колесниковой. Дарвин Зардинов приехал в Нижний Уортовск из Башкирии 36 лет назад. В столице «Саматлура» у героя родились и выросли дети. Сегодня они вместе радуются многожданному событию. Заселение в двухкомнатную квартиру в новостройке. С 1987 года семья прожила в балке. Конечно, довольна. После балка такая квартира сделана хорошо. Потом в дальнейшем своим вкусом сделаем. Обои, другой может, по свету, мебель по-своему. Кухни закажем. Ещё 85 таких же счастливых семей получили сегодня ключи от новых квартир. Все они проживали в домах, признанных аварийными. Жилые помещения предоставлены вартовчанам без каких-либо доплат. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Качественный линолеум, обои, современные межкомнатные двери. Остаётся только завести мебель и заселиться. Жилые помещения распределялись общественной комиссией. Большая часть квартир – однокомнатные и двухкомнатные. Расположены на улицах Льва Толстого и Заводской, а несколько трёхкомнатных – на Салманово. На сегодняшний день и этот год мы закроем по количеству жилых помещений, которые у нас распределены гражданам, это 620 квартир с начала этого года мы уже предоставили. Таким образом, мы закрыли дома, признанные аварийными и подлежащими расселению по плану. 2019 год полностью. Уже до Нового года администрации города будут приобретены квартиры, которые распределят в первом квартале 2020 года. Реализация планов идёт на опережение. С начала следующего года очередь дойдёт до тех домов, которые планировали сносить в 2021 и последующих годах. Юлиана Колесникова, Ирика Белганиев, телеканал «Саматлор». В Сургуте в улучшении жилищных условий нуждаются почти 1700 семей, которые живут в ветхих и аварийных домах. 900 из них должны переехать в благоустроенные квартиры уже в ближайшие два года. Таковы планы местной администрации. Но застройщики неохотно участвуют в аукционах. Их смущает низкая стоимость жилья для переселенцев, которую предлагает государство. Сейчас она составляет примерно 54 тысячи рублей за квадратный метр, что ниже рыночной цены в Сургуте. Стоимость строительных материалов за последние пять лет выросла более чем на 30%. Экономика самих проектов, привлечения банковского финансирования, скроу-счетов, она тоже идёт к удорожанию. Цена выкупная по жилью, которая утверждается оригинальным службе по тарифам, меняется лишь на 1,425%. В предпосылах, что условия торгов изменятся, пока нет. Это может затормотить реализацию программы переселения из аварийного жилья в городе. Уже были случаи, когда аукционы срывались из-за отсутствия участников. На Ямале тоже реализуется эта федеральная программа. На этой неделе в ноябрьске ключи от новых квартир вручили 12 семьям. Журналист телекомпании «Ямал-регион» Ольга Климова познакомилась с новосёлами. Сегодня Сергей Усанин в числе 12 новосёлов. Ключи от новеньких квартир вручает лично глава Ноябрьска Алексей Романов. Я рад, что при поддержке губернатора, при поддержке правительства Молниевского автономного округа у нас есть возможность переселять людей, в том числе вас, в новые дома. Мы будем со своей стороны благоустраивать этот микрорайон. Семья Усаниных и их новые соседи переезжают из ветхого и аварийного жилья. Люди стояли в очереди на переселение несколько лет. Сергей в квартире в деревянном доме жил с 16-летнего возраста. Сейчас с женой Илоной и дочерью Варварой первый раз переступает порог своей капитальной квартиры. 36 квадратных метров полностью готовы для проживания. На кухне установлена электроплита, в ванной комнате вся необходимая сантехника. Это круто, это капитальный дом, то есть прощай переживания, все которые были страхи, связанные, когда ты живёшь в деревяшке. Поэтому спасибо за такую программу, будем обживаться. Молодая семья планирует со временем переклеить обои, расставить новую мебель, а на просторном балконе обустроить кабинет. Муж уже решил, что здесь будет его кабинет. И плюс такая зона отдыха небольшая, то есть уже стол поставить, шкафчик будет, какой-то диван мягкий. В соседнюю квартиру переезжает тоже молодая семья. Улкер Исмаилова здесь будет жить вместе с мужем. А сегодня свои новые квадратные метры она осматривает с мамой. С этой стороны поставим стол, стулья, тоже уголочек маленький, чтобы долго было сидеть. В однокомнатную квартиру Улкер переедет после Нового года. Говорит, ещё мебель не купили. В капитальный дом её переселяют из комнаты в старом общежитии. Большинство людей уже расселили. В аварийке, где девушка жила с самого рождения, соседей практически не осталось. В новой квартире намного просторнее, чем в прежнем жилье. Подобно, что отдельно будем жить гостей, друзей будем звать. Как-то не тесно будет. С начала года фондом жилищного строительства Ямала на Ябрьску было передано 230 квартир для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Большинство из них уже заселили. Сегодняшние новосёлы, молодой микрорайон, будут обживать вместе. Осмотрев свои квартиры, люди отправились знакомиться с соседями. Ольга Климова, Роман Лузанов, программа «Время Ямала», Ябрьск. Это «Большая область». Мы продолжаем. И вот что вы увидите далее. Опасное детство. В Новом Уренгое врачи спасли 6-летнюю девочку, которая получила проникающее ранение в сердце. А в Канты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело о заражении сальмонеллезом 36 малышей в детском саду. Расписные. На Ямале участники крупнейшего в России фестиваля стрит-арта ударили яркими красками по угрюмым северным пейзажам. На этой неделе продолжили обсуждать пресс-конференцию Владимира Путина. Но в частности и момент, когда он говорил про зарплаты врачей. Мы также не останемся в стороне от этой дискуссии. И вот когда речь заходит о средней зарплате и называют конкретную цифру по какому-нибудь региону, местные начинают возмущаться. Откуда они это взяли? У нас тут все меньше получают. И это правда. Дело в том, что так называемую среднюю зарплату считают по простой формуле. Берут весь фонд оплаты труда и делят на количество сотрудников. От директора до уборщицы. Вот и получается в итоге поговорка про то, что одни едят мясо, другие капусту. Но в среднем получаются голубцы. Поэтому Росстат еще публикует данные о модальной зарплате. Запомните этот термин. И это уже теплее. Модальная это зарплата, которая встречается чаще всего. Наиболее распространенная. Такая как у брата, свата, друга, соседа. Итак, средняя зарплата в России по статистике сейчас 47,5 тысяч рублей. А модальная 23,5 тысячи. Напомню, столько получает большинство. А какова ситуация в Большой области? Самая высокая средняя зарплата на Ямале 88 тысяч рублей. А модальная там почти 53 тысячи. В Югре в среднем получают 72 тысячи рублей. Но модальная 37. На юге области средняя 53 600, а вот модальная почти 33,5 тысячи. Именно столько получает большинство работающих. Мне кажется, что при использовании данных Росстата по зарплате корректнее называть именно модальные показатели. У зрителей и читателей будет меньше вопросов. Если размер зарплаты это просто больной вопрос, то пенсии, особенно на севере, очень больной. В Сургуте пенсионер судится с Центром социальных выплат. Как оказалось, долгое время он незаконно получал сразу две федеральные льготы. Теперь казенное учреждение требует вернуть деньги по одной из них. В истории разбиралась корреспондент компании «Сургут Информ ТВ» Екатерина Сухорукова. Владимир Карданов и не думал, что когда-то будет судиться с Центром социальных выплат. Как оказалось, вот уже несколько лет ему незаконно начисляли деньги по двум льготам. Как инвалиду, как ветерану труда. О том, что две эти категории равнозначны, а значит получать выплаты по ним одновременно нельзя, мужчина не догадывался. Летом он заметил, что одна из них исчезла. Позвонив в Центр, чтобы разобраться в ситуации, он услышал о себе много нового. Вот ты скрывал, ты нас обманывал. Я говорю, постойте, два раза в год я вам в МФЦ все документы приносил. Вы их принимали, расписывали, что приняли. И шесть лет все шло, а сейчас я оказался аферистом. Я говорю, я не согласен. Специалисты Центра предложили Сургутянину разойтись полюбовно. Написать заявление и деньги, которые ему перечислялись с 2013 года, а это, между прочим, 380 тысяч рублей, будут частями вычитаться из его пенсии. На такую сделку мужчина не согласился. После чего Центр социальных выплат обратился в суд. Вот правда, повестку, как уверяет сам Владимир Карданов, он не получал. Как следствие, 5 ноября решение суда было вынесено без его участия. Я туда бегу. Они на меня три иска предъявили. Ну, общая сумма, она 380 тысяч. Три кабинета. Зашел в один кабинет, сидит женщина. Я говорю, девочки вот так-то, о, Владимир, не волнуйся. Мы это дело прекратили, ход не дали. Вторая тоже, ничего. А вот третий иск был удовлетворен. Но после выяснения всех обстоятельств, Сургусяин обжаловал это решение. Теперь служителям Фемиды предстоит более детально разобраться в ситуации. Как оказалось, вопросов в этом деле к обеим странам немало. Один из них, почему только сейчас Центр социальных выплат решил взыскать деньги с пенсионера. И дело в том, что в данном случае, конечно, нельзя снимать вину из работников этой соцслужбы. Но вина работника соцслужбы и выплаченные незаконно деньги, к сожалению, между собой не очень-то контактирует. Деньги надо вернуть. А с работником, который допустил данное нарушение, в общем, в дисциплинарном порядке работодатель разберется. По словам юристов, пенсионеру все-таки придется выплатить деньги, но только те, которые были ему выданы с 2016 года. По закону специалисты социальной службы могут потребовать вернуть средства, выплаченные за последние три года. Но даже с этим Владимир Карданов категорически не согласен и готов судиться до последнего. Смертельное ранение и счастливое спасение. В Новом Рингое скорая помощь доставила в больницу шестилетнюю девочку. В результате несчастного случая ребенок получил колотую резаную рану в грудь. Было задето сердце. Счет в прямом смысле шел на секунды. Врачи провели экстренную операцию, которая длилась полтора часа. Во время нее хирурги держали сердце девочки в руках. И это не образное выражение. Нам удалось чуть-чуть открыть сердечную сумку. Мы подразвернули сердце в руках, зафиксировали сердце на нитях, приподняли его, чтобы оно не дергалось во время того, как я буду ушивать рану. Рана в правом претердии была ушита. Ушила тремя узловыми швами. По мировой статистике, около 90% пациентов с такими травмами умирают по пути в больницу, либо вскоре после операции. Но новоуренгойские медики совершили чудо. Сейчас жизнь девочки вне опасности. Ее уже выписали домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в Ханты-Мансийске. Вспышка острой кишечной инфекции более чем у 70 воспитанников детсада «Страна чудес» произошла в начале декабря. У 35 дешкалят лабораторно был подтвержден диагноз сальмонеллеза группы Д. Четверых детей положили в инфекционное отделение окружной клинической больницы. И вот следователи выяснили, что это не случайность. Причиной инфекции, по официальной формулировке, стало оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Насмотревшись таких новостей, родители задумываются, а стоит ли отправлять ребенка в детский сад, а в школу. Некоторые принимают решение учиться лучше дома. По крайней мере, в Тюмени такие примеры есть. В том, какие, помимо традиционной, существуют формы получения образования, разбиралась корреспондент компании «Тюменское время» Ксения Волкова. Дети могут получать образование в России двумя способами – в школе и вне ее. А вот форм обучения целых пять. Очная – к ней же относится домашняя, очно-заочная и заочная. Если ребенок учится по этим системам, ответственность за его знания несет школа. А вот семейное обучение и самообразование относятся к внешкольным формам. И здесь взрослые сами отвечают за то, как их чадо будет грызть гранит науки. В шестом классе мы с мамой приняли решение перевести меня на семейную форму обучения. Сейчас я уже в девятом. Потому что я решила не терять время и закончить два класса за один учебный год экстерном. Я не хожу в школу, учусь сама, мне помогает бабушка и интернет. Заочная и очно-заочная формы обучения – редкость в нашем городе. Но право учиться по такой системе имеет каждый. Ребенок не ходит в школу ежедневно, но при этом получает консультации учителей, выполняет задания, проходит весь материал дома и сдает контрольные работы. Весь процесс организует по договоренности с педагогами. Домашнее обучение – форма, которая подходит детям с проблемами со здоровьем. В этом случае необходимо заключение медицинской комиссии. На его основании преподаватели станут приходить к ученику по расписанию. Следующая форма получения образования – семейная. При такой форме обучения школы не принимают участие в учебном процессе, но раз в год ребенок будет зачислен в школу для того, чтобы пройти итоговую аттестацию по всем предметам учебного плана. Несмотря на то, что учителя не имеют близкого контакта с учеником, и некоторые знакомятся с ним только во время итоговой аттестации, родители все равно могут обращаться за консультациями к педагогам школы. На семейном обучении в нашем городе находится 660 детей. Все, что нужно, чтобы перейти на эту форму, это отправить уведомления в департамент образования и написать заявление в школе. Сделать это можно в любое время, даже в каникулы. Учителя, которые, скажем, наотрез отказываются, говорят, что вот ты перешел, ты там сам решай свои вопросы. Но чаще всего помогают, мы там с ними списываемся, созваниваемся, постоянно в контакте. По идее, мы сами выбираем, как мы будем сдавать четвертные, контрольные, полугодовые, годовые вообще. Семейная форма обучения предполагает полную ответственность ребенка и родителей. Они сами решают, как будут осваивать материал. Ежедневно или раз в неделю, с репетиторами или самостоятельно. В некоторых регионах родителям в таких семьях выплачивается компенсация от государства за то, что они сами учат свое чадо. В Тюмени такой практики пока нет. Ямальские города стали ярче, просто заиграли красками. Художники и участники крупнейшего в России фестиваля стрит-арта стенографии добрались до полярных широт и разрисовали там все, до чего у них дотянулись руки. Получилось очень неплохо. Результат увидела корреспондент компании «Ямал-регион» Татьяна Коломеец. Азалия Шамазова даже не подозревала, что ее мамонтенок на льдине окажется на фасаде дома. Впервые он появился на бумаге. Тогда девочке было 9 лет. Вдохновила школьницу любимая сказка «Мама для мамонтенка». У меня была книга большая с иллюстрациями. Я подошла к преподавательству и рассказала то, что мне очень нравится. Она сказала, хорошо, давай нарисуем. За 4 года рисунок успел побывать на нескольких конкурсах и забрать призовые места. Но самый ценный подарок Азалия получила от проекта «Стенография». Художник из Екатеринбурга Андрей Топоров в точности перенес эскиз на фасад пятиэтажного дома. Изображение увеличилось почти в 50 раз. Я шла с подругой и говорила ей, смотри, это мой рисунок. Этот рисунок вообще управил художник за 2 дня. Я сама была в шоке. Этой осенью фасад еще одного дома в Муравленко получил новый облик. Автор мурала «Родная земля» Дамир Бозик приехал из Казани. Картина с оптическими иллюзиями. Оттенки и цветовые переходы смешиваются не на доме, а у нас на сетчатке глаза. Изначально на эскизе не было человека в чуме. Звезды и месяц тоже появились только в процессе. Этого не видно издалека, но картина состоит почти из 52 тысяч точек. Такая техника называется пуантилизм. Ее нарисовали всего за 48 часов, при том, что художнику постоянно мешал дождь. И использовали 60 оттенков. Художница из Ростова-на-Дону Анастасия Бабич показала северному городу. Даже тепловая подстанция может ловить на себе восхищенные взгляды. «Дорогая, я достал тебе звезду». Так называется ее работа в 80 квадратных метров. Вот именно это. Граффити. Господи, я просто готова здесь фотографироваться, ходить постоянно. У меня куча эмоций было. Я влюблена в эту фотографию, именно в этот рисунок, потому что я хочу полететь в космос. Стенография превращает серые городские постройки в арт-объекты. Начинали с гаражей и тепловых станций, а сейчас художники фестиваля покоряют многоэтажки. Количество городов увеличивается с каждым годом. На Ямале это Муравленко, Ноябрьск, Тазовский и даже отдаленные поселки. Мыс Каменный и Новый Порт. Татьяна Коломеец, Роман Лузанов. Программа «Время Ямала». Муравленко. Ноябрьск. Новогодние каникулы – отличная возможность увидеть своими глазами нашу большую область. Не упустите шанс попутешествовать. Творческая группа программы поздравляет вас с праздником. Пусть Новый год принесет только положительные эмоции. В студии работал Игорь Канев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова